Друзья, сегодня я поделюсь с вами рядом лайфхака. Ценной, уникальной информацией, которую вы не почерпнете на страницах в интернете, не вычитаете в форумах и не нагуглите. Эту информацию можно получить только если вы инвестировали несколько месяцев в своей жизни в набивание шишек, в путь проб и ошибок, который позволил вам распознать определенные веяния и течения, неочевидные среднестатистическому человеку, который начинает свой путь в криптовалютах. Если у вас будут вопросы по этим лайфхакам или в целом по любым тематикам криптовалют, пишите их в комментариях. Мы постараемся на все ответить либо в комментариях, либо записать какие-то видеоответы и разобрать тему более подробно. Итак, лайфхаки по работе с криптовалютами. Лайфхак номер один. Если вы покупаете криптовалюты впервые, то есть вы заходите в криптовалюту из ваших обычных фиатных денег, обычно вы смотрите на самый классический способ обмена, например, наличные доллары на биткоин. Это самое популярное направление обмена, спрос на него максимальный, и потому обменные сервисы выставляют на него максимальные комиссии, которые согласен платить рынок. Если вы хотите сэкономить на этих комиссиях, посмотрите на другие пары. Посмотрите, например, как можно приобрести за ваш доллар наличный не биткоин, а, например, лайткоин или эфириум. Очень часто комиссия будет намного ниже. Более того, если вы заходите не из наличных денег, а из электронных денег, направление обмена напрямую между вашими электронными деньгами и, например, биткоином, может иметь очень высокие комиссии. Например, если вы заходите из вебмани и хотите за вебмани купить биткоин, очень мало обменных сервисов предложат вам такой обмен, а те, которые предложат, попросят очень высокие комиссии. При этом, если вы обменяете WMZ, то есть долларовый эквивалент вебмани, на другую валюту, а потом из той другой валюты зайдете в биткоин, этот обмен может оказаться в разы выгоднее. Например, в одной из больших сделок мы сделали цепочку из нескольких таких обменов и в целом получили беспрецедентно выгодные условия для входа. Когда везде у всех обменных сервисов был такой всплеск, локальный пик спроса, обмен из наличных денег на биткоин мог стоить 5-6-7% комиссии, мы за наличные деньги покупали вебмани. Вебмани позволяли нам не то что получить их один к одному, обменные сервисы доплачивали нам, чтобы провести этот обмен. Настолько велик был спрос как раз в противоположном направлении. Таким образом, мы выигрывали уже на конвертации в вебмани. Потом в вебмани конвертировали в EPC. Вот такая система электронных денег. Из EPC обменивали на капиталист. Это еще одна система. И капиталист заводили на биржу Lifecoin и Exmo. Таким образом, вся цепочка обмена обходилась нам примерно в 1%. Таким образом, стоимость всей цепочки обмена из наличных денег в биткоин в итоге обходился нам порядка 1%. Это беспрецедентно низкая комиссия на тот момент времени. И даже по сегодняшнему времени это очень-очень выгодно. Падение курса криптовалюты не обязательно означает убыток. Более того, на этом даже можно заработать. Как это происходит? На многих биржах есть инструментарий так называемой маржинальной торговли. Маржинальная торговля позволяет вам делать операции, не трогая ваши средства. Ваши средства используются, по сути, как залог, что вы вернете бирже заемный капитал, который вы у нее временно одалживаете для какой-то сделки. Происходит это, например, следующим образом. Представьте себе, что у вас есть 10 биткоинов. Тогда рост курса биткоина на 1 доллар приносит вам как бы 1 дополнительный доллар на каждом биткоине. То есть в итоге вы зарабатываете 10 долларов каждый раз, когда курс вырастает на 1 доллар. Представьте себе, что вы можете сделать ставку на понижение и зарабатывать по 1 доллару каждый раз, когда биткоин теряет в цене этот самый 1 доллар. Тогда вы попадаете в интересную ситуацию. С одной стороны, у вас есть 10 биткоинов, и каждый раз вы зарабатываете с их ростом. С другой стороны, у вас есть ставка на понижение, где вы каждый раз зарабатываете, когда курс идет вниз. Тогда вы попадаете в определенный баланс. Куда бы ни двинулся курс, если курс двинется вверх, скажем, на 10 долларов, вы заработаете 10 долларов на стоимости ваших биткоинов, и вы потеряете 10 долларов на вашей ставке на понижение. Если же курс двинется вниз, вы потеряете 10 долларов в цене ваших биткоинов, но вы заработаете 10 долларов по вашей ставке на понижение. Таким образом, куда бы ни двинулся курс, в конечном итоге вы останетесь полностью при своих, не потеряете ни копейки. Даже если биткоин провалится на дно, упадет с 4 тысяч до 1 доллара, вы не потеряете ни копейки. Весь убыток, который вы получите по своим биткоинам, будет вам компенсирован в виде дохода на вашу игру на понижение. Вот такой интересный лайфхак. Страховка от падения, но и защита от роста. В любой момент нестабильности на рынке вы отправляете, заявляете так называемые двунаправленные сделки и таким образом фиксируете ваше текущее финансовое положение. Лайфхак номер 3. Если вы майните, скорее всего, вы майните самую популярную валюту, которая позволяет майнить ваше оборудование. Например, на видеокардах очень популярен майнинг валюты эфириум или валюты Zcash. Если вы купили, например, ASIC, оборудование специализированное для майнинга, сегодня максимально популярное на рынке так называемые D3, полное наименование Antminer D3 от компании Bitmain, то вы исходите из того, что этот майнинг будет майнить валюту Dash. На самом деле, очень интересный лайфхак называется Coin Hopping. Это переключение ваших майнинговых мощностей на ту монету, которую наиболее выгодно майнить в моменте. Дело в том, что за счет неравномерности рынка очень часто бывают пики, в которые становится удивительно, неожиданно выгодно майнить другую монету. Например, несколько дней назад мы были в ситуации, когда майнинг монеты Dash, основной монеты для этого оборудования, приносил порядка 85 долларов в сутки. В это же время, в тот же день, майнинг других монет мог приносить 95, 120 и до 143 долларов в сутки. Это монеты, о которых вы, вероятно, вообще никогда не слышите. Они неизвестны широкой общественности, только благодаря стечению рыночных обстоятельств, низкой сложности майнинга, то есть высокой эффективности майнинга и какому-то краткосрочному росту пика ценового этой монеты мы попадаем в ситуацию, в которой майнить эту монету намного более прибыльно, чем майнить Dash. Такие ситуации, тем не менее, случаются с разными монетами регулярно. Если вы заранее запрограммируете вашу аппаратуру переключаться в такие моменты, краткосрочно, на майнинг более выгодной монеты, в итоге вы можете выиграть до 20% эффективности к вашему майнингу. Лайфхак номер 4. Вам не нужно все делать в одиночку. Вы можете доверить управлению вашими деньгами, доверить принятие инвестиционных решений профессионалам. На рынке существует большое количество криптофондов, то есть инвестиционных фондов, которые создали целые большие аналитические команды, создали целые наборы бизнес-процессов, чтобы максимально сделать принятие инвестиционных решений более эффективным, снизить количество ошибок к минимуму, оптимизировать максимально доходность и максимально снизить риски. Это могут быть фонды, которые посвятили себя трейдингу, фонды, профессионально прогнозирующиеся. Это могут быть фонды более пассивные, которые диверсифицированно инвестируют в разные криптоактивы. Это могут быть активно управляемые фонды, которые принимают долгосрочные решения на основе новостных и фундаментальных показателей. Это могут быть профессиональные майнинговые компании, которые создают целые дата-центры, максимально оптимально настраивают работу в них, делают максимальную эффективность именно в майнинге. И все эти компании будут готовы принять ваши деньги в управление и приумножить их благодаря своим компетенциям, благодаря своим временным ресурсам. Таким образом, вы останетесь пассивным инвестором, которому нужно лишь следить за тем, как активно, как хорошо и как эффективно работают вложенные средства. Ваша же задача будет лишь идентифицировать два фактора. 1. Являются ли люди, которым вы доверяете деньги в управление, профессионалами? И 2. Являются ли они кристально честными? И ваш жизненный опыт, и ваши обывательские навыки вполне способны распознать и непрофессионала, и шарлатана. В отличие, например, от того, насколько вам, как новичку в криптовалютах, удастся принимать инвестиционные решения. Для этого ваш жизненный опыт пока еще слишком невелик именно в этой узкой тематике. И последний, пятый лайфхак. Очень простой. Один в поле не воин. В тематике криптовалют все меняется настолько быстро, что самому следить за всеми новинками, самому отслеживать все тренды, самому глубоко погружаться во все тематики, во всю ширину инвестиционных возможностей криптовалют категорически невозможно. Более того, без товарища, который подставит плечо, который поможет оценить, например, инвестиционные риски, или который просто жизненным своим опытом может подсказать, стоит или не стоит доверять тем или иным компаниям, вам будет достаточно тяжело. Именно поэтому мы объединились, например, в целое сообщество. Мы строим глобально крупнейшее сообщество криптопредпринимателей, криптоинвесторов и криптоэнтузиастов. Мы считаем, что вместе мы станем единой силой, которой не сможет сопротивляться, в общем-то, этот такой непростой мир криптовалют. Итак, не оставайтесь одни, не будьте изолированы от сообщества, вступайте в наши ряды, смотрите наши материалы, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в комментариях. Если вы хотите узнать больше об инвестиционных стратегиях, о стратегиях построения бизнеса на криптовалютах, о том, как мы строим сообщество, и какие возможности открываются для членов нашего сообщества, что мы делаем для популяризации тематики криптовалют в СНГ, и как вам конкретно получить свои первые результаты, сделать первые шаги, прийти к первым действиям, и получить первые хорошие, качественные результаты, приходите на наш мастер-класс. Это свободное мероприятие, совершенно бесплатное, где мы говорим о стратегиях заработка, показываем, что подходит кому, в какой ситуации, а какие стратегии вам с вашими личными целями, с вашим личным опытом, с вашим личным ресурсом, вниманием финансовым и так далее, совершенно могут не подойти. Поэтому мы покажем все варианты, и дадим четко понятные пошаговые инструкции к внедрению, и оценка, для кого те или иные стратегии максимально подходят, либо не подходят. Будем рады видеть на наших мастер-классах онлайн, регистрируйтесь, приходите, ссылка будет в описании. До новых встреч! С вами был Дмитрий Карпировский.